Здание Донецкой облгосадминистрации начали охранять казаки и афганцы. Дежурство будут вести вместе с милицией и круглосуточно. На первом разводе патрулей побывал Сергей Зленко. Несколько сотен воинов, интернационалистов и казаков собираются у памятника к Абзарю. Раньше здесь проводил митинги Евромайдан, но мирные акции закончились, когда по всей стране начались захваты зданий облгосадминистрации. Нужны ли нам беспорядки, беззакония и захват административных зданий? Нет. С плакатами в руках афганцы заявляют о готовности не допустить беспорядки в регионе и возмущены действиями радикалов. Николай Васильевич при Союзе воевал в Египте. Мужчина против кровопролития и гражданского противостояния у себя на родине. Мне больно за то, что происходит в моей стране. Все тоже решается не таким путем. Решаться должно только мирным. Только мирным. И на основании законов и конституции. Солидарны с афганцами и казаки. Вместе они формируют народные дружины по охране общественного порядка. Православный священник окропляет добровольцев святой водой. Напутственное слово произносит викарий Донецкой епархии. На каждом богослужении возносятся молитвы за сохранение мира и покоя в нашей державе. И пусть Господь дарует вам силы, крепость, мудрость для того, чтобы совершить великое дело сохранения мира в нашем городе. На этот раз дружинники отправляются патрулировать здание областной госадминистрации. В наряде два добровольца и один милиционер. Чтобы не допустить здесь, на прилегающей территории, антиобщественных проявлений. Таких, как допущенные в городе Киеве. Это поджоги автомобилей. Ну и вообще нарушение общественного порядка в полном объеме. Дело в том, что патрулирование ведется не только в городе Донецке, но и в других крупных городах области. То есть такие, как Мариуполь, как Горловка, как Макеевка, как Шахтерск. Поэтому где-то в общей сложности на сегодня полторы-две тысячи казаков уже задействовано в патрулировании наших улиц, наших городов. В Донецке под контролем казачьих патрулей находятся еще пять районов, кроме Ворошиловского. Сергей Зленко, Евгений Якунин, Телеканал Донбасс.